Избрание Дональда Трампа президентом США вернуло в инфополе тему стратегии безумца. Самой простой аналогией, которая описывает ее суть, является игра в труса, так называемая, когда-то популярная у американских подростков. В ней два человека на автомобилях разгоняются навстречу друг другу и проигрывают тот, кто первым свернет с намеченного пути. Проявлением стратегии безумца в данной ситуации будет демонстративно вырвать руль и выбросить его в окно. И ты как бы таким образом говоришь, чувак, либо мы врезаемся, либо ты проигрываешь, решать тебе. То есть расчет игрока, который исповедует стратегию безумца на то, что рациональный актор предпочтет избежать катастрофы даже ценой локального поражения. И действительно, еще во время первого срока многие обвиняли Дональда Трампа в использовании данной стратегии. Фигурирует в этом списке и имя Ким Чен Ына, северокорейского лидера, угрожающего миру атомной бомбой, и Владимира Путина иногда имя тоже здесь появляется. Мой личный интерес к стратегии достаточно хорошо моим подписчикам известен. Выходили видео о стратагемах и будут еще выходить, безусловно, мы разберем эту тему до конца. И я решил разобрать, что же такое стратегия безумца на практике. Как она появилась, какие исторические деятели ее использовали, и почему ей так сложно на самом деле противостоять. И в конечном итоге мы разберемся, кем были все эти люди, стратегами-безумцами или безумцами без стратегии. А тем, кто досмотрит это видео до конца, я расскажу, как лично я использовал в повседневной жизни элементы стратегии безумца, и к чему в конечном счете это привело. Для того, чтобы убедить Северный Вьетнам и Советский Союз в том, что Никсон действительно сбренди. Но это не стратегия безумца. В сущности, стратегия безумца, помимо вот такого безумного поведения, ну и если задаться таким вопросом... Ты реально считаешь, что Путин сошел с ума? Почему стратегии этой сложно противодействовать, и как вообще ей противодействовать, если против вас ее используют? То есть выбор между плохим вариантом это уступить и, возможно, катастрофически. Это путь не быстрый, но более-менее такой сравнительно безопасный и действенный в долгосрочной перспективе.